Далее. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Я это все увидел изнутри, собственными глазами. Я уже говорил о правовой стороне дела. Крымский парламент собрался, проголосовал за референдум. И здесь ведь тоже, понимаете, кто может сказать, что можно было несколько десятков человек притащить за шиворот туда, в парламент для голосования. Не было этого. Да просто и невозможно это. Не хотели бы люди голосовать. Сели бы на поезд, на машину, на самолет и улетели. И все. Ищи ветра в поле. И не было бы никого. Все пришли и проголосовали за референдум. А народ Крыма высказался за присоединение к России. Вот и все. А как это будет влиять дальше на развитие международных отношений? Ну, мы видим, как это влияет. Но мы считаем, что если мы уйдем от так называемой практики двойных стандартов и признаем за всеми людьми одинаковые права, то никак не должно повлиять. Нужно признать право этих людей на самоопределение. Спасибо. 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 Спасибо.